Здравствуйте, мои маленькие любители экстремизма! Сегодня, наконец-то, после небольшого месячного перерыва продолжаем снимать выпуски Спортпита. Чем сегодняшний выпуск отличается? Тем, что я без очков. Без очков. Мало того, я все вижу. Я все вижу, наконец-то. Но месяц мне особо не рекомендуется заниматься. Неделю точно. Неделю нельзя вообще нагрузки физические никакие употреблять. Поэтому сегодня, перед началом готовки, протеин я жрать не буду. Я не хочу есть. А я его на ночь выпью. Казиин нормально. На ночь пойдем. Сегодня будет приготовлена следующая говядина с куком. Все, мы ее затушим. И я ее сожру буквально непосредственно с итальянской фасолью. Костян, ты жрешь итальянскую фасоль? Ну так, слегка. А, ну ты дома ночуешь сегодня. Все нормально. Нормально. Можно сегодня все ночуют по домам. Как бы здесь не будет никаких неудобств. Неудобств. Все нормально. Сейчас готовится буквально... Готовится 50 минут. Я пока был в магазине. Пока был в магазине, заодно прихватил. Там забыл заплатить за... Вот что. О, непосредственно для гулеша. Для гулеша, то есть приправка. Очень удобно. Купил лук, забыл заплатить за приправу. Все замечательно. Для того, чтобы это приготовить, оп, смотрим. Обжарьте мясо и лук. Предварительно разогреться в сковороде. 7-10 минут. Потом засыпаем всю эту дрянь. И ждем еще час. То есть, на целенаправленную готовку у меня уйдет время, чтобы порезать эту луковицу. И 7 минут ее обжарить. А дальше просто можно идти в комнату и... Играть в компьютер. Ну, а что еще делать? Так-то я, конечно, в комнату пошел бы качался. Правильно? Надо сказать, что я сильно похудел за этот месяц. Вот, Костян, ты как думаешь, почему я похудел? Да, ты много переживал. Переживал, нет. Потому что кормили меня дерьмом всяким. Ну, расскажи, что ты кушал. Кушал спортивную баланду. Я, короче, в принципе, уже начал опять планировать... Как бы это... Свой рацион. Узнавал, как вот в белорусской тюрьме, чем кормят. Там, оказывается, можно передавать, знаешь, что... Рыбу сушеная такая, мясо, знаешь, эти снеки. Думаю, ну и нормально. В принципе, можно на них будет сидеть и вес какой-то сохранить. Уже начал отжиматься там от пола, уже там подтягиваться на решке, пресс качать. Каждый день занимался в хате, да. Но, пока я не начал получать передач, кушал я, что? Хлеб. Хлеб. Ее много хлеба, баланда. Там жирная блондерша была с такой рожей, вот как у тебя две жопы. Пала такая, и чувачка. У таких. Короче, она считала каждую котлету. У нее котлеты были под номерами. И по именам. По именам называла их, но съедала. Хуй кому даже чай наливала дополнительно. Там две было блондерши. Одна, короче, ну там могла чая добавки дать там. А вторая она допивала прям из чайника чай, доедала кашу. Ну, мразь. Собака. Орала на зэков через кормушку. Ну-ка встаньте, бандиты. С вами капитан милиции разговаривает. Мрачно. Да, но повезло, повезло, короче. Я уже запланировал написание книжки еще одной про боевых старух. Ну, как старухи захватывают планету, как они воюют с людьми. Значит, и как два социал-кутовика раскрывают этот межпланетный заговор старух и борются с ними. Как бы назвал книгу-то? Боевые старухи. Скрытая угроза? Нет, боевые старухи. Ты, ну, ты же тоже понимаешь, что сколько на тебя будет совершено нападение столу? Случались, случались. Так, ну, на любого человека. А ты в поликлинике когда был в последний раз? Я здоровый человек, не хожу в поликлинику. Так я тоже не ходил. Ну, вот последний раз был в поликлинике, знаешь, когда в прошлом что-то в марте. Вот я решил для узников совести сдать кровь. Ну, думаю, сдам кровь донорскую. И, как бы, полученные деньги потрачу на перевод для узника совести. Короче, меня отправили в поликлинику. Там на меня напал старик. Вот, со старухой. Значит, старик напал, старуха поддержала. Думаю, да что ж такое? Что хотели-то? Ну, я же, как это, для донорства все прохожу. И меня провели, типа, на, как его, на флюорографию без очереди. Флюорография. В принципе, там все по записи. Каждые, там, 10, что ли, минут. Ну, в чем конфликт-то был? Конфликт-то не был, ничего. Конфликт начал старик орать, почему вы без очереди его проводите. Начал орать, что не уважают старших. Меня въебываться. Причем, ну, я, меня врач проводит. Он говорит, хорошо, сейчас вы проверите. Во сколько вы? Он такой, я на 10.20 записывал. Ну, время 10.10. Чего вы орете? Да меня возмущает. Вот. Ну, как сказать старик. Для меня старик. Ну, такой, лет 45. Ага. Ветеран всех водит. Ветеран всех водит. Короче, врачиха ушла, и вы слышите, собака, блядь. Юбку задрала свою, полетела крыса ебаная. Ну, что? И все. И такой очень быстренько все сделает. Пошла вон отсюда, мразь. Да вот, все. Ну, в общем и целом, в общем и целом, хамство, конечно, возмущает меня. Понимаешь? Вот. То есть я об этом собирался писать книгу уже. Я даже мысленно думаю, так, сейчас я главы составлю. Ну, как положено. То есть составлю план книги. Потом разобью на главы. Потом каждую главу на такие смысловые группы, абзацы. Вот. И просто будет у меня часть первая, глава вторая, пункт А. Слушай, да ты вместо того, чтобы переживать, уже планировал, как ты доживешься до соратников. Ну, да. В очередной раз. Я планировал написать книгу и продать ее. И уже деньги считал. Да, короче. Включаем сковородку. Непосредственно. Скидываю на сковородку. Там, представляешь, какие-то менты жарили еду по ночам. Лук жарили. И это, и макароны. И как его? Лук-то с чем жарили? С морковью. С картофель. С морковью жарили лук. И, видать, что-то жрали. Воровали, спали. Я бы я так завидовал. Ну, ай. У меня столько рецептов спортпитов всяких. В голове родилось. Каких баллов хлебов? Хлеб с солью. Так. Лук чуть обжарился. Мясо. Закуячиваем. Мясо, главное, не жидять. Как известно, пожидишь, людей не смешишь. А теперь берем и очень просто высыпаем стержимое пакетика. Ковородку. И заливаем водой. Рекламная кружка. Ничего можно? Нам же... Никто не запретит кружки эквалировать. Смотри, как хорошая кружка, ай. Как вода льется лепо. Вода из нее лепо льется. Вкусно как. Давай такие держалки делать. Да. Я, кстати, умею такие вырезать. Сразу плюс три к вкусу, да? Плюс десять к модности. Все, замесили. Замесили. Теперь ставим на час таймер. Он зазвенитый, не очкуй. Окей. И чуть-чуть уменьшить огонь. И все. Оп. Вот это вот я понимаю. Говядина у нас и разваливается. Никогда у меня не получалось такого приготовить. Все, готово. Давай, садись. Наливай. Так. Что ты бачишь? Аккуратнее не набрызгай на меня. Охуел. Так. И как раз... На завтрак, да? На утро. Покушать. Так. Ну что, конселы. Непосредственно... Знаешь, фасоль продукция полезная. Но когда один спишь. А у тебя проблемы даже с желудком. У тебя проблемы с желудком. Я в детстве под шутки переварил. Я не знаю. Я вот в ВВСе, допустим, воду из-под крана пил вообще спокойно. Я в сауне в Минске тоже пил воду из-под крана. Там минеральная была. Там какая-то сауна с минеральной водой. Я-то обычную пил. Ничего, все нормально. Может, она тоже минеральная была? А вот у моих подельников клапанат побырвала. Так, давай, фасольки. Хорош, хорош. Сразу греть не будем ее, потому что она в теплую подливку. Вообще, знаешь, я с детства подливку ненавижу. Ты как заебал-то? Подливку он ненавидит. Рис он ненавидит. Что ты там еще-то ненавидишь? Брокколи он не ест. Да, брокколи меня ровно не пиздили. Ты что, не пиздили в детстве, что ли, памкс-памк? Я розовоинтеллигентный, в семье. Я тоже. А что ты такой урод? А? Ну, скажи. Не любишь, как говядинка разваристая? Да. Вот. Это что-то обычно, когда люди ищут жену, чтобы готовила на вкус, да? А сам готовил на вкус. Зачем мне жена? Ну, как там дети, секс. А что мне говорят? Вот. Что мне может предложить жена такого вот, чтобы я не женился? Ну, смотри. Почему говорю? Вот мой папа, допустим, да? Мой папа в жизни не жил самостоятельной жизнью. Вообще. Он рос с мамой, потом женился на своей маме жил. Потом развелся, жил опять со своей мамой. Потом женился второй раз, живет с самого женой. Ну? Готовит он, умеет только жареную картошку. Угу. У тебя кулинар, да? То есть... Семейная, да? Ты что, пиздишта? Сидит, живет уже. Ну, то есть, суть в чем? Почему это необходимо? Ну, значит, длине выживания комфортного. А мне-то нет. Вот так. Ну, а дети? Дети. Нет, займешь жить, чтобы дети были. Может быть, допустим, девушка сама ко мне обратится, скажет, что у меня муж есть. Объелся груш. Ну, груш объелся, да, он как бы... Детей хотим, а... Муж урод. Ну, это же традиционная ценность, там, семья, ребенок. Будет семья, ребенок, то все. У них? Да. А у тебя? Я в народе думал. Ну, смотри, домой пришел, значит, свился. С завода. Слегка такой был. Подкушев. Да. Там, в общем, дети окружили. Папка, папка. Выдите нахуй! Бля, чь, а вы еду. Дочки. Лень, вот я... Не знаю, подвергся как-то один раз... Туниярским мыслям. На люс устроиться или с зерности? Бабу домой поселить. Вот хоть раз, думаю, я пришел, чтобы еда была. Не знаю, но я обычно прихожу, еда есть у тебя. А где я готовлю? Нет, полезное занятие. Я наживаюсь на соратники, прихожу к нему вечером питаться. Приходит, у тебя есть всегда еда охуенно. Эксперимент с семьей провалился, я так понимаю. Да. То есть, в принципе, люди женятся. Я выводы делаю. Ну, че? Мы же будем стирать носки, готовили еду и давали. Потому что, ну, как бы, среди статистического муросетия они уже не дают. Ну, как, идем, возьмем. Нихуя себе. Ну, конечно, если он... А если уж муж, то надо давать. А так, ни секса нет, ни жиротвы нет, ни одежды не стирано. Понимаешь? Конечно, жениться надо. Именно поэтому самые лохи, все из моих одноклассников, переженились буквально первые 2-3 года после школы. А мои одноклассники переженились? Друг на друге. Нет, одноклассницы на одноклассниках. И успели развестись. И перееблись. И перееблись, да. Ну, я, кстати, так ни одну одноклассницу не выявил. Я фотки смотрю вконтакте, думаю, так. Хранилось, да, с тобой. Ну, выгодите, 28 лет. А, я же младше всех был, на год, на два. Ну, здесь я сам младше был в классе. С этим патрицатнику. Там уже тетки. А я смотрю, думаю, у, женщина, вам не ко мне. Ну, да. Я так смотрел эти родногруппницы. Думаю, еб твою мать. Да. Я же вот думаю, имя вот твое же, помню, на березе царапал. Думаю, теперь на вы уже пора звать. Места уступать. Ну, что делать. Ну, да, я на нас смотрю с ровесников так. Чувствую, выигрыш. Выигрыш, да. Потому что ты на завод не ходишь. Там есть такие, которые тоже не ходят на завод. А вот ты скажи, ты бы мог к нему Билана влипать? Нет. Я смотрю на Кенову. Интеллектуальные разговоры смедились под конец дегенератства. Это вот фасоль. Думаешь, уже началось, что ли? Я, короче, в ФБСе заёмывал зэков этими вопросами. А мог бы ты Филиппа Киркорова выиграть? А мог бы ты эту баландёршу 150-килограммовую выиграть? А, нормально. Знаешь, я нет, ты же, она толстая. А за бутылку? Нет. Ну, как бы это. Ну, да. Ну, чтобы она кончила. Ну, это скользко надо. А пробовал страшно, типа, ты в кого ты же выиграл? Билана или блондёршу? Билана. Билану убирали? Они Билану убирали. Я боюсь представить, что она за блондёршем была. У блондёрша глаз с тарелкой размером. Троль? Эльциклоп. Как лента, знаешь, как убивала. Берёт в пакетах. Смотри, всё это. Сырековый. В какой лягушке выпивала, выливала сладкий чай в недоеденную кашу, вот так вот брала бочок, трясла и выпивала. Прям в пузо. Жила и за ней такие кизяки падали. Была это первый разок для коровы, что ли? Смотри, ты знаешь, что нехорошо называть толстых девушек коровами? Ну, женщин тоже жирных нельзя называть коровами. Коровы обижаются, что ли? Надо называть свиньями. Потому что корова, она не жирная. Кстати, да. У неё просто фигура такая, она мясистая. А жирная свинья. Поэтому не надо вот... Не обманывайте девушек. Поэтому не надо говорить девушкам, что ты корова. Слушай. Она говорит, ты свинья. Ну, как кобыла, да. Кобыла, значит, такая бабость в теле. Кобыла. А свинья это вот это жирное, обрюсшее животное. Да, то есть, ну, свиньёй надо называть вещи своими именами. Если девушка, как бы, имеет лишний вес, то она свинья, она не корова. Обязательно это запомните. Не путайте понятия. Коровы очень обижаются. Вот корова. Мяско нежирное, хорошенькое. А свинья, ну что, ну, пузо, всё. Кстати, окажется, нашёл секрет, почему офигенно тебя первые съедаю. Ты мне меньше кладёшь льды. Потому что ты пиздишь меньше. Не думал об этом? Нет. Ну, лавки возьмись, что. А хоть ты кусок не доел? А это жир. Ну, жир, хорошо. Вот, смотри, видишь, жирное. Это просто хрящ. Ну, хрящи тоже. Сложили. Ну, ладно. Ну, это мы заканчиваем нашу трапезу. Вам приятного аппетита. Доброго здоровичка. Счастья, здоровья. Всего наекращего. Наекращего. До новых встреч. Пока.